Девушки отдыхают Сегодня семисотое занятие Джатиши Веды Это за все годы С девяносто восьмого года Мы еще там в школе начинали Представляете, семисотое занятие С девяносто восьмого года, двадцать лет Но вы уже просто супер профессионал Да, интересная история Семисотое занятие Обалдеть Но все равно цифра впечатляет Круто Ну да, это только Джатиши Как я завидую вам У вас есть такая возможность получать знания в самых разных сферах жизни В одном месте Уникально Все завидуют вам И я тоже Кто-нибудь хоть маломальские понимает в этом деле Они все говорят, ой как вам там хорошо в Риге Все в одном Да, мы весной начали девяносто восьмого года Перед окончанием Да, интересно Впечатляет Впечатляет Нет, вы не брошены Вы не брошены На самом деле Сейчас меня засыпали все вопросами Да, и моя новость вызвала у всех изумление Я сейчас вам коротко прокомментирую это еще раз Чтобы вы понимали о чем идет речь Есть две системы Нира Айана И Саяна Саяна означает С движением Нира Айана означает без движения Разница между ними Айананша Айананша Правильно Айананша Нира Айана называет еще Сайдриел А Саяна называет Тропикал В чем разница принципиальная между этими двумя системами Принципиальная разница заключается в том Что Нира Айана Это как бы система ориентированная на эклиптику Эклиптику Эклиптика это полоса Орбита Земли Плюс-минус 8 градусов вверх-вниз В этом поясе вращаются все грахи, двигаются Вот И там она отличается от тропической на Айананшу Точку отсчета Точка отсчета это вишват Это весенняя точка весеннего равноденствия Она является началом как бы года в Санатанадхарме Проблема заключается в том Что космос Немножко двигается Относительно Земли И раньше, например Вишват Совпадал с критикой Накшатра Потом Сашвини Накшатра Сейчас Уттарабхадрапада Накшатра Тот Зодиак Которому все привыкли Которым все Как бы знают Что это такое? Что такое Зодиак? Зодиак это созвездие Накшатры тоже созвездие Мне подарили чашку Я ее сейчас обновлю На Новый год мне подарили чашку Шивочка Видите какая чашка? Когда говорят, что В Шане находится Дхана Или там Мангала Находится в обрисчике Имеется в виду Что шани Находится в созвездии Стрельца Или этот Саджитарис А Мангала Находится в обрисчике Или в созвездии Скорпиона Или Скорпиона И так далее Но Проблема заключается в том Что Если мы посмотрим реально на небо Возьмем телескоп Или возьмите любую астрономическую программу Вот у вас Есть в компьютере В applications Бесплатно Вы увидите Что многие грахи Не находятся В тех созвездиях Которых они обозначены Почему? По той простой причине Что размер Реальных созвездий Отличается от тех Которые Используются в расчетах Реальный размер созвездий Другой Два простых пример Первое Канья Дева Да? А Ее размер Реальный 45 градусов Размер Каньи 45 градусов Размер Врищики 7 градусов 7 градусов А у нас и Каньи И врищики Одинаковые По размеру По 30 градусов Правда? Другой момент Если мы внимательно Посмотрим на все созвездия На эклиптики То мы увидим То мы увидим Что их не 12 А совершенно очевидно 13 13 Вот возьмите Вот возьмите любую астрономическую программу Откройте и посмотрите Или телескоп возьмите Посмотрите Созвездие 13 Поэтому тот зодиак Который используется Джоти Шаведди Это нереальный зодиак Это условный зодиак Просто взяли И разделили Космос Пространство Космоса Поскольку оно 360 градусов Вокруг нас На 12 Потому что 12 Это сакральное число Которое было передано Риши Людям Вот Это целая история Сейчас об этом не будем Просто взяли И разделили Космос На 12 Знаков И условно Назвали их вот так Приблизительно Потому что там Вот приблизительно Макания Там вот приблизительно Меща И так далее В реальности У меня просто с собой Нет этой бумажки У меня есть такая бумажка Где выписаны Все реальные размеры Всех знаков зодиака Но опять-таки Если мы более еще Детально погрузимся туда То их будет не 12 А 13 Поэтому Тот зодиак Который используется В Нирайане В Нирайане Это условное деление Космоса На 12 секторов Каждый сектор Называется Раши Это Нирайана Саяна Это система Которая делит Пространство Но пространство Не в космосе А пространство Относительно Земли На 12 секторов И за точку Отсчета Берется Вешеват Саяна Это система Которая Привязана К земле И связана С движением Сурии Вокруг земли Движением Сурии Вокруг земли Я не оговорился Не наоборот Это отдельная тема Я не буду рассказывать Я готовлю конференцию В январе По поводу Всех этих Моих начинаний Год назад Я заварил Эту кашу С тропическим Зодиаком Вот Потому что Согласно Ригведе Все связано С движением Сурии Относительно Земли И поэтому В классической Джотишеведе Которая Базируется На Ригведе На Сурия Ситханте Танча Ситхантика И так далее Везде Зодиак Точнее Это даже Не Зодиак А это Деление Пространства На 12 секторов Везде Тропическое Тропическое Да В этом Они Совпадают Во всем Остальном Они Абсолютно Разные Системы Вот 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 это если Очень коротко Саяна Привязана К земле Нерайана Привязана К космосу Реально Реально Вот это Деление Пространства Вокруг Земли На 12 Секторов Это Не Созвездие А Раши В переводе Санскрита Означает Пучок Пучок Света Это Связано С движением Солнца С движением Ссури Сури Тогда Вот эти Все Чара Стхира Гриш Вабхава Так Называемые Раши И так далее Имеют Какой-то Смысл Потому Что Созвездие Все Свойства Которые Им Придаются Это Весьма Условно Это Связано С движением Сури Прежде Всего Относительно Земли Это Очень Коротко Если Совсем Коротко На Пальцах Объяснять Чтобы Вы понимали Встает Вопрос А что Все Что Было До сих Пор Неправильно Нет Правильно Это Две Системы Обе Системы Работают Я Сам Лично Работал В Нерайоне Почти Тридцать Лет И С прошлого Года Я Вот Заварил Эту Кашу Переключился На Саяну Почему Потому что Я Дошел До Такого Уровня Я Составил Больше Миллиона Гороскопов Больше Миллиона Пока Я Тренировался Там Огромное Количество Сейчас За этот Год 20 Тысяч Составил Гороскопов Только Куча Людей Каждый Человек Задает Кучу Вопросов Ну Вы Знаете На Каждый Вопрос Составляется Гороскоп Больше Миллиона Я Пришел К Такому Выводу Потому что Я Подошел На Такой Уровень Когда Нерайон Больше Не Работает И Как Только Я Переключился На Саяну У У Все Вот Как Будто Знаете Мозаику Складывал Складывал И Последнее Стеклышко Положил И Все И Картина Готова Саяна Работает Намного Точнее Когда Вы Будете С ней Работать Вы Убедитесь Сразу Моментально Почему Почему Точнее А потому Что Она Более Ледическая Чем Нерайон Она Более Древняя Система Она Более Асэнтик То есть Подлинная Оригинальная Она Ближе К первоисточнику Что Называется И Поэтому Она Работает Точнее Знаете Эволюция Во всем Есть Эволюция Были Сначала Простые Телефоны Потом Появились Мобильные Телефоны А потом Появились Смартфон Вот Такая Же Эволюция И Со Мной Произошла Почему Да В обратную Сторону Ближе К первоисточникам Да Назад Назад Корням Потому Что Чем Больше Я Занимаюсь С Анатан Адхармой Тем Более Консервативным Я Становлюсь Потому Что Я Все Больше И Больше Убеждаюсь Что Все Эти Новые Какие То Придумки Скажем Так Которые Создают Люди Все Это Чепуха Полная А работает Вот То Что Идет От Бога Через Риши От Бога Все Что Идет От Человека Все Дерьмо Все Все Что Идет От Бога Все Работает Все Остальное Чепуха Полная Чепуха Медицина Психология Да Все Что Это Ерунда Это Ничего Не Работает А Все Что Идет От Бога То Работает Вот На Практике Я В Этом Убедился И К Этому Подошел И Вам Рекомендую Но Это Не Значит Еще Раз Повторяю Что Старой Системой Нельзя Пользоваться Вы Можете Сейчас Успехом Пользоваться Старыми Мобильными Телефонами Они Будут Работать Они Будут Работать Более Нормально Вы Получите Все Что Вам Надо Позвонить Сможете И так Далее Сейчас Секундочку Я Закончу Мысль Да Конечно Смартфон Лучше Смартфон Лучше Но Многим Людям Вполне Достаточно Обычного Мобильного Телефона Вот Все Вот Я Подошел К уровню Смартфона Меня Обычный Телефон Уже Не Устраивает Мне Нужна Более Точная Информация Я Вот Просто Расскажу О себе На Своем Примере Я Свой Гороскоп Давно Уже Не Открывал В Пошлом Году Последний Раз У меня Были Вопросы По моему Гороскопу У меня Были Вещи Которые У меня Вызывали Вопросы У меня Вызывали Вопросы Ответы На которых Я не мог Найти В Нерайне Ну я Принял Это Как бы Да Думал Но Внутри Я с этим Не соглашался Как Как только Я Составил Свой Гороскоп В Саяне Все Моментально Стало На свои места Вот Моментально Я Я потом Расскажу У меня Поменялось Серьезно У меня Лагна Поменялся У меня Поменялось Расположение Грах Все Поменялось И все Стало Моментально Вот В ту же Секунду Как только Я открыл Первое Как на экране Появилось Мне все Стало Ясно Я не думаю Что вы Вернетесь Назад Потому что Я Я вот Составил Ну порядка Двадцати тысяч Человек Я проконсультировал Это может быть Ну меньше Немножко За этот год И я Ни разу Я подчеркиваю Ни разу Не вернулся К Ни районе Более того У меня не возникло Об этом Никакой Потребности Никакой То есть Меня Саяна Полностью Устраивает Более того Я получил Ответы на вопросы Которых Я не получал Когда я Использовал Ни район Поэтому У вас Есть выбор Вы можете Пользоваться Обычным Телефоном Мобильным Он будет Работать Можете Позвонить Поговорить Вы можете Пользоваться Смартфоном Как вам Больше нравится Но вы Можете Получить Необходимую Информацию Используя И тот И другой Просто Смартфон Даст вам Большее Количество Информации И более Точно Ну Ну и Старый Тоже Окей Можно Стрелять Из винтовки С лазерным Прицелом Можно Стрелять Из винтовки С оптическим Прицелом А можно Стрелять С обыкновенным Все зависит от того, как вы умеете стрелять. Если вы стрелять не умеете, вы и с лазерным прицелом не попадете. А если вы умеете стрелять хорошо, то вам и оптический прицел не нужен. Вы обычным прицелом, вот, в прорезь навели, и попадете белке в глаз с трехсот метров. Если вы хорошо умеете стрелять. Проблема не в гороскопе. Люди этого никак не могут понять. Проблема в их способности этот гороскоп интерпретировать. Другими словами, проблема в квалификации. В мастерстве. Если вы мастер, вы можете и обычной винтовкой выстроить и попасть в цель. Понятно, что если у вас лазерный прицел, это проще. Если вы умеете стрелять. Но если вы стрелять не умеете, вам все равно. Ну и у меня поменялось, и что? И она стала больше соответствовать реальности. Я доволен. Вообще это не нужна. Как это не нужна? Я доволен, но все равно какая. Как это все равно какая? Она не все равно какая. Лагна отвечает вашей сути. Она показывает, кто вы. Понимаете? Нет, это непонятно. Потому что если бы это было понятно, вы бы не задали этот вопрос. Вот у меня был один лагна. Меня до определенного времени это устраивало. А потом я чувствую, что не то. Не то. Я вырос, понимаете? Я вырос. Я вырос из этой системы. И я использую другую систему. И в этой системе у меня другой лагна. И этот лагна больше соответствует реальности, чем тот. Тут она исчезнет. Вот и у вас будет такой. Я же объяснил только что. У вас другой прицел. У вас другой инструмент. Другой. Что значит неправильно? Все правильно. Все работает. До сих пор работало. Тысячи, тысячи людей делали упаковки. В Нирае не добились того, чего хотели. Какие тысячи? Десятки тысяч. В моей практике десятки тысяч людей. Просто сейчас в нашем распоряжении появилось более мощное оружие. Более точное. Я еще раз повторяю. Вопрос не в том, какую программу вы используете. Вопрос в том, какова степень вашего мастерства. Какой уровень вашей квалификации. Вот в чем вопрос. Прочитать информацию можно с любого гороскопа. С любого. Просто я еще раз повторяю. У нас был один инструмент. Сейчас у нас более точный инструмент. Более мощный инструмент. Более оригинальный. Поэтому я рекомендую вам Саяну. Вы можете ради эксперимента составить два гороскопа, положить их рядом и сравнить с тем, что вы представляете из себя реально в жизни. И вы увидите, и я уверен в этом на сто процентов, что гороскоп, составленный в Саяне, будет ближе к реальности. Гораздо. Уверен в этом. Все очень просто. Все остальное это досужие домыслы дилетантов. Понимаете? Больше ничего. Потому что судить об этой системе, даже не составив ни разу гороскопа, потому что люди говорят, ой, это неправильно. Я говорю, вы составляли? Нет. А почему? А я не знаю как. Ну, это неправильно. Я книгу не читал, но она неправильная. Да, я Солженицын не читал, но осуждаю. Понимаете? Это пустые разговоры дилетантов. Не обращайте на это никакого внимания. В вашем распоряжении гораздо более мощная система. Там разговоров много, но люди даже не удосужились посмотреть, что это такое вообще. Составить гороскоп. Потому что они не знают, что там есть настройки, их можно поменять. Но они уже судят, что-то рассказывают друг другу. Ну, смешно просто, да? Да. Вы чертанули условность разделения на 12-х, а тем, что на самом деле созвездия... Разного размера, конечно. Разный угловой, угловый размер. Да. С Накшатрами та же самая? То есть каждая Накшатра имеет свой угловой размер? Она имеет свой угловой размер, эти размеры не совпадают. Более того, у 14-ти Накшатра вообще ничего нет. Что значит ничего нет? А нет там звезд никаких. А. И как они это работают? Работает. А космос по-прежнему делится? 360 градусов делится на 27 Накшатр. И каждый Накшатр там... 13,20 получается. Потому что изначально Накшатра было 28. И в классической Джоя Тиши их 28. То есть это тоже что-то довольно условное? Это абсолютно тоже условное деление. Когда-то там что-то было в этой Накшатре, сейчас, по-моему, 13 или 14 вообще ничего нет. То есть там какие-то звезды есть, потому что все пространство заполнено звездами, да? Как бы, но там нет ничего такого, чтобы выделялось как-то. У нас получается такая картина, что у нас Накшатры, они остаются в Нирайане. Потому что Накшатры, это движение Чандры там. А? На небе, грубо говоря. Движение Чандры относительно созвездий на небе. Поэтому там они... А все созвездия вращаются вокруг Дхарува. А? Поэтому Накшатры как бы Нирайана остаются. А вот Раши и Пхавы, они становятся Саяна. Но надо учиться с Рапановой. Нет. Это ложное впечатление. Ничего Пановой учиться не надо. Надо продолжать учиться дальше. По новой ничего не меняется принципиально. Ничего. Меняется инструмент, с помощью которого мы работали. Вот и все. А навыки наши остаются такими, какими они были, или развиваются в зависимости от того, как вы работаете с этим. Как вы познаете Джо Тишевед. Инструмент меняется. Понимаете? Инструмент. Больше ничего. Какой инструмент вам больше нравится? Ваше дело. Используйте, что хотите. Это потом. Это потом. Совсем потом. Поняли, о чем идет речь? Поэтому. Все зависит от квалификации. Какая у тебя квалификация? И тогда, неважно, какой в руках у тебя инструмент. Понятно, что лучшим инструментом можно сделать лучший продукт. Худшим тоже можно. Ну, вон эти чукчи. У них нет ни оптических прицелов, ничего. Они стреляют белке с 200 метров в глаз. А некоторые с оптическим прицелом попасть не могут. Поняли, о чем я говорю, да? Поэтому все эти разговоры дилетантские, чем меньше вы их будете слушать, тем больше вы будете прогрессировать. Продолжение следует...